Здравствуйте, девы! Это расклад на май 2016 года. Простите за опоздание. Ну, немножко я изменила расклад. Выглядит так, как будто вы выходите из какого-то очень тяжелого периода. Я хочу сказать, что если то, что происходило в недавнем прошлом и настоящий момент никак не соответствует вашей ситуации, значит расклад никак не резонирует с вами. Что было в недавнем прошлом? Здесь у нас это наша страшная, печальная девятка мечей. То есть это были какие-то очень сильные переживания по поводу чего-то или кого-то, страхи, возможно. Может быть даже, не знаю как, ваше чувство вины могло быть. Типа, ну ай, как, что я наделала? Ой-ой-ой-ой. То есть что-то, видимо, не складывалось. И это доставляло вам очень много переживаний и волнений. Сейчас, в данный момент... Ой, вот здесь, конечно же, как? Здесь тройка мечей перевернутая и письмо. То есть, возможно... Здесь несколько вариантов, возможно. Тройка мечей перевернутая. Что-то... То есть, какая-то информация, которую вы, возможно, не можете никак получить. Ответ, информация, документ, даже разговор от кого-то, что-то вам надо узнать. Получить какую-то конкретику, да, известие. И вот неполучение этого известия, оно вас просто уже достало, понимаете? Оно вам не позволяет прояснить что-то для себя. Потом, к сожалению, для некоторых, это может быть очень... Наоборот, вот это письмо, допустим, с этой тройкой, может говорить о том, что наоборот, кто-то оклеветал вас. Вас, да, кто-то сказал, сделал, написал что-то, не знаю, где-то там, или кому-то сказал, да, что это известие, оно вас, ну, ударило по вам. Может быть, наоборот, вы получили какое-то известие, но из-за него вы запутались еще больше. Например, вы, ну, подавали какие-нибудь документы, да, куда-нибудь. То есть ждали, волновались, боялись, тревожились, например, вы там поздно подавали, еще что-нибудь там, ну, понятно, любые могут быть у нас, господи, мало ли там, из-за чего мы можем ночами не спать. И получив это известие, оно вас, например, напрягло, оно вас опечалило. Но оно вам ясности не принесло, вот в чем дело. Так, на что вы надеетесь? Королева Пентакли. На что надеетесь королева Пентакли? Ну, вы девы, стихия земли. Господи, королева Пентакли, у нее все на местах, все хорошо, она сидит в своем этом мире, она знает, сколько у нее денег, что у нее там все по полочкам сложено, все здоровы, все в порядке, и она в порядке. Она довольна, она все этим прекрасно распоряжается, но в спокойном таком, вы знаете, ну, в режиме, когда все хорошо. Вот на что вы надеетесь, что все будет хорошо, что наконец-то я получу это успокоение, удовлетворение, все встанет на места, и наконец-то у меня начнется спокойная человеческая жизнь. Ну, потому что, конечно же, эти переживания измотали. Тревоги ваши, что ситуация придет в какой-то тупик, что все вот эти вот разные хлопоты, которые были, они будут пустыми, они ничего вам не принесут, кроме утомления. Кто-то может бояться, например, сплетен. Не исключено, что, например, если была какая-то ситуация, которая вас очень сильно расстроила, опечалила, да, и, допустим, кто-то еще и что-то такое вот, ну, оболгал вас, вы можете опасаться, ну, что, ну, даже на работу, почему это десятка жезлов, это же тяжело, понимаете, это неприятно, это угнетает, когда ты приходишь, а там такое ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш, то есть они не тебе в глазах конкретно, да, вот так вот, где-то слухи какие-то летают, ползают, да, и это может, вы можете этого опасаться. Либо что будут хлопоты, говорю, в пустую, которые утомят, ну, это опасения, понятно, надежда опасения. Что к концу месяца? Король Пентакли с развилкой. Много, здесь очень много вариантов. Если Король Пентакли, это может быть как раз какое-то... Во-первых, это может быть человек. Ну, как его показали Королем Пентакли, то есть это может быть, так, сейчас, Телец, как вы, Дева, или Козерог. Возможно, этот человек, если какая-то информация от этого человека, вы ее ждете, то, возможно, определенности не будет. Потому что развилка, опять это может быть неопределенность. Понимаете? Также для некоторых из вас у вас могут появиться альтернативы. Но для этого, конечно, надо будет определяться, что вы решаете, как вы решаете двигаться дальше. Может быть, дорога, то есть поездка какая-то, путешествие к концу месяца. может быть, если вы переживаете о мужчине и, допустим, вы не поймете никак, да или нет, что это такое, когда уже, наконец, душенька моя успокоится, то опять вот этот, понимаете, Король Пентакли, он малоэмоциональный, и вот эта развилка, она тоже такая, либо двойственная ситуация, либо человек особо каких-то чувств не испытывает, либо их не показывает, не демонстрирует правильно. Для мужчин я чувствую, что очень многое в решении, вот если это каким-то образом к вам вот эта ситуация описана и имеет отношение, что очень многое зависит от вас, что вы выберете, каким путем вы пойдете. То есть вам надо будет определиться, это ваш выбор, это свободная воля, развилка чем хороша, очень красивая колода, что, ну, очень красиво, мне нравится прям эта карта. То есть мы гуляли по лесу, да, и мы вот у нас на пути, деревце, понимаете, а там дорога разветвляется налево и направо, ну, пожалуйста, то есть мы вольны, куда нам идти, это только нам решать. Если мы говорим о работе, может быть, могут предложить неполную работу, ну, неполный рабочий день, либо какие-то варианты будут, из которых вы будете выбирать. Ну, в общем, вот так вот. Совет и антисовет. Карты такие обе, ну, даже не знаю, ну, так. Совет. Перевернутая семерка жезлов, я ее покажу прямую, да, чтобы было как-то понятно. Мужчина у нас пытается вот этой палкой что-то ковырять и вскапывать. Ну, земля, посмотрите, какая. Когда бы в прямом виде была семерка Пентакли вкач... Ой, фу, Пентакли, Жезлов, простите, да, заговоришься, конечно. Семерка Жезлов была бы прямая в качестве совета, то, конечно, бы я сказала, что, Господи, проявите больше решимости, отстаивайте свое, настаивайте на своем, боритесь смелей, не сдавайте свои позиции. Перевернутым, о чем это говорит. А надо эту сухую землю ковырять, потрескавшуюся? Нет, как раз вот этого делать не надо. Надо проявить гибкость. Перестать ковырять там, где оно не ковыряется. Потому что лопату с тяпкой поломать можно, смысла никакого. Возможно, оно не копается, потому что вы не правы. Потому что там не надо копать. Понимаете? Потому что и Королева Мечей в качестве антисовета, ну уж все прям вещи говорить по Королеве Мечей перевернутой я не буду. Основное скажу. То есть, конечно же, когда мы проходим какой-то период трудности, испытаний, и мы напереживались там уже настолько, что, не знаю, сами готовы стать кусачими, вот не надо становиться раздражительными, не надо злиться. Потому что своим, например, вот таким вот тяжелым характером, невыносимым, потому что вы натерпелись, потому что до сих пор, например, вы там с чем-то боретесь, вы будете отталкивать от себя людей. Не просто каких-то там посторонних, близких людей. Понимаете? Потому что это тяжело. Представьте себе, вот просто сами подумайте, что когда человек, например, раздражительный, когда он злится, когда он срывается, когда он чем-то недоволен, нам же неприятно, нам хочется от него бежать. Ей-богу. Хотя, конечно, где-то в глубине, там, мы будучи умными людьми, мы понимаем, что, ну, понятно, что она там пережила, там, такой стресс, та-та-та-та. Но от этого нам не легче находиться с этим человеком, поэтому не раздражайтесь, не злитесь, не опускайтесь до того, что и невинным достанется от вас. Понимаете? Не делайте жизнь близких своих невыносимой. и перестаньте, вот, возможно, вам надо присмотреться. Вот я бы сказала по этой карте больше. Не то, что сдайте позиции, проявите гибкость. Может быть, вот то, что вы копаете, может быть, там совершенно не надо это ковырять. Именно поэтому эта карта вышла в перевернутом виде. Может быть, надо осмотреться, потому что ваши вот типичные, характерные для девчерты настойчивость, усидчивость, умение вдумчиво во что-то вчитаться, проанализировать и идти последовательно, ну, к своим целям работать тяжело ради этого. Не просто что-то э-э-э-э, порхы-порхы, там, и я этого достиг. Нет. Прекрасные черты. Но иногда вы перегибаете палку. То есть, если вы, вот по этой карте, я бы что сказала, вот, особенно если это, назовем так, любовного характера, да, что-то, вот если вы пытаетесь добиться какого-то человека, что-то заполучить, что-то, не знаю, там, вернуть, поставить на место и прочее, и прочее, то, скорее всего, по этим картам этого человека и не надо возвращать. И не надо пытаться. То есть, там уже ваша настойчивость с вами играет злую шутку, ваш же собственный характер. Потому что, если мы бьемся головой об стену, нам надо лучше, чем прежде, чем мы разбили ее совсем, нам надо осмотреться, может быть, где-то рядом дверь, может быть, где-то рядом окно, может быть, там какая-то лазеечка, лесенка, да. Если мы пытаемся одного и того же, добиться кого-то, человек, может быть, надо оглянуться, может, там пять стоят других прекрасных людей, которые счастливы были бы с нами построить отношения. Так что, либо не теми методами, либо не то, что надо. Будьте внимательны, чтобы себя же не вывести окончательно, потому что это вам только нервы трепут. У меня такое впечатление по вот этим картам. Так что, не нервничайтесь, спокойно, идите к своим целям, но если что-то категорически, никак, 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 попробуйте просто осмотреться. Где? Как? Может быть, подход поменять? Может быть, подождать чуть-чуть, расслабиться, даже просто элементарно расслабиться, помогает этим ответам прийти быстрее. Так что, я вам желаю прекрасного мая, любви, удачи во всех делах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok